Метель накрывает плотной пеленой, из-за снега не видно разметки на дороге. Примерзают дворники, из строя выходят радиодетали. Так в пути водителей настигла первая зимняя непогода к их радости. Трасса М7 была открыта. Утром я утром, как все тронулся, с утра убирали везде машины. По-моему, они в кругу слышно убираются. Куда нужно выезжать срочно, говорит специальная информационная система. Она есть в Главтаддор-Трансе. На этом пульте дорожники решают, куда направить технику. В зависимости от того, как начинают идти обильные осадки, то есть поднимается режим тревоги и выезжают все на линию. На данный период задействовано порядка 600 единиц техники. Сигнал тревога и в Росавтодоре. Большинство участков, по их данным, тоже горят красным. Тяжелая обстановка в связи с погодными условиями, метель, снегопады. С гидрометцентра, служба гидрометцентра получила штормовое предупреждение. По данным республиканской ГИБДД, только за сутки на дорогах случилось 19 аварий. Пострадали 18 человек. Ребенок погиб. Причина – высокая скорость и занос. Госавтоинспекция МВД по республике Татарстан рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и призывает быть крайне внимательными и осторожными. Наверное, первыми, кто холод и снегопад ощутил на себе, стали дальнобойщики, потому что погода вынуждает смещать сроки доставки товаров. Если с уборкой снега все нормально, то такой мороз выдерживает не каждая электроника. А где прижимать, да? Фуры отказываются ехать дальше. Как горячие пирожки, сегодня расходятся автомобильные аккумуляторы. Люди тоже помощь требуют. Помогаем, чем можем. Ну вот сейчас аккумуляторы поменяли новые. Будем уж ехать. Машина новая. Должна все вытерпеть. Но мириться с погодой намерены не все. В метель резко выросли тарифы за такси. Ехать в снегопад хотят не все перевозчики. Если человек находится где-то далеко за городом, я думаю, он будет либо долго ждать, либо не дождется. Одна из причин пробки. К шести вечера в Казани они достигли десяти баллов. Город встал в центре, стоят мосты и дамбы. А вот пешеходы погоде рады. Стало веселее. Не было снега. Можно сказать, не было рабочего. Сейчас повеселее. Появилась работа, время быстрее бежит. Сейчас чуть-чуть и дам. Вот он идет, а мы все равно дам уху. Зима – это прекрасное время, я считаю. В общем, есть возможность, какие-то навыки использовать зимнее увождение. Это хорошо. Нормально. Чувствуем нормально. Ходим, гуляем. Я люблю такую погоду. Чернота уже надоела, а когда снежок идет, весело. Ну, ветерок немножко, но зато снег – это символ Нового года. Снегопад только начался и продлится минимум до среды, говорят в гидрометцентре. Это связано с приходом активного западного циклона. Временами, в ближайшие трое суток, будут отмечаться снег, метели с ухудшениями видимости. Может выпасть в сумме за все вот эти дни, начиная с понедельника, по пятницу, по субботу, где-то примерно около 20 миллиметров осадков. Капризы природы не помешали дальним рейсам. Как сообщает Минтранс, автобусы, самолеты и поезда ходят по расписанию. Рамиль Шайдулин, Алмаз Диединов, Рания Абдрахманова и Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.